Это программа «Тема часа». Мы находимся на станции «Шортаж» Свердловской железной дороги. Именно здесь руководство компании выбрало и решило проводить чемпионат профессионалов ОАО «РЖД». Людей, которые представляют совершенно разные рабочие профессии на железнодорожном транспорте. И здесь, я хочу сказать, это очень мощный узел, потому что здесь постоянно происходит движение. И даже на дни проведения чемпионата ни на секунду не останавливалось движение поездов. Электрички, пассажирские поезда дальнего следования, товарные составы. И при этом это одно не мешает другому. И вот сейчас мы с вами поговорим, пообщаемся с начальником станции. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились уделить в горячее время, вот в эту пору проведения чемпионата нам время. Ну, собственно говоря, вот правда, пока мы даже здесь вот стоим с вами, постоянно какие-то поезда. Стоит рельсовый автобус, да, это «РА», третий, да, «Орлан» который. Здесь электропоезда пригородные, пассажирские поезда дальнего следования, очень много грузовых составов. То есть такое интенсивное движение, такая живая станция большая. Как сейчас, вот еще и в период, когда вы принимаете чемпионат, как вы себя ощущаете? Ну, ощущаем, конечно же, ощущаем гордость за то, что вообще выбрали станцию для проведения данного чемпионата. Плюс этот чемпионат, он первый и общероссийский. То есть все железные дороги, которые в Российской Федерации есть, они все здесь принимают участие. Плюс ко всему, что станция расположена на главном ходу в городской агломерации. Это и транссип, это и грузовое движение, это и пассажирское движение, которое достаточно интенсивное. Ну и плюс ко всему, что и на нашей станции, на данной станции производится постоянная маневровая работа по расформированию, формированию составов. Ну и, соответственно, по погрузке, выгрузке различных грузов. Ну и надо сказать, отдать должное всем, кто помогал нам, всем, кто участвовал в подготовке нашей станции для проведения и приема конкурсантов. Все парки, которые есть на данной станции, они задействованы для проведения конкурсов. Ну и сами видите и заметили, как вы уже сказали, что движение по станции для проведения данных конкурсов на всех площадках, оно не прерывается. При этом я хочу отметить, да, что безопасность здесь на высоком уровне. То есть, во-первых, работают постоянно, да, в дни вот чемпионата волонтеры, которые направляют и, соответственно, куда-то пассажиры не могут зайти. Соответственно, конкурсанты также передвигаются по своим локациям. Плюс, ну, здесь много обновлений, насколько я понимаю, да. И я так понимаю, это остается затем в пользование пассажиров. Да, совершенно верно. Обновились полностью пассажирские платформы. Полностью для пассажиров открыт вот сзади вас пригородные кассы, достаточно комфортные, с кондиционерами. В зимний период здесь будет достаточно тепло. И все это, да, это все остается. Плюс обновлены платформы, обновлено освещение, информационное табло добавлено. И в ночное время это очень, как бы, прекрасно смотрится и, соответственно, красиво. Ну, и, соответственно, для пассажиров это, в первую очередь, это безопасность. Тут была обустроена специально для участников лаунж-зона, такой павильон, да, с имитирующей здание там вокзала, да, и с названиями, местными названиями, да, помимо шортаж здесь, там, Берембай, да, с другой стороны, Шувакиш. Ну, рядом еще такая площадка сделана, то есть лавочки, столики, я так понимаю, это тоже остается для пассажиров, вот именно лавочки, столики там. Да, лавочки и столики, да, как вы видите, они остаются, да, и навес. И в дальнейшем, когда все-таки вот слияние трех вокзалов, как это называется, это все демонтируется, и на этом месте будут также продолжены строительства, и обустраиваться будут именно вот для удобства пассажиров, для удобства ожидания электропоездов, точно так же лавочки, ну, и даже планируется здесь установка качелей. Именно вот для удобства. Плюс зеленая зона и растительность, она так же будет здесь сохранена, ну, то есть то, что было и что станет, это совершенно другой уровень. Это важно, потому что здесь у вас очень большой поток пассажиров, именно пригородного сообщения. Совершенно верно, да, пассажиропоток здесь, потому что, еще раз говорю, расположен в городской агломерации, плюс стройки идут и на противоположной стороне станции, на той, на которой мы сейчас находимся, то есть это достаточно. То есть люди пользуются железной дорогой, как, скажем, это происходит в Москве, МЦД, МЦК, то есть это такое наземное метро? Совершенно верно, да, и в будущем точно так же здесь планируется и закольцовано будет пригородное движение именно вот в городской зоне. Сколько вообще здесь у вас путей? Ну, для пассажиропотока именно пассажирских 6, для грузового движения 15, ну и плюс имеется сортировочный парк для формирования, расформирования составов, ну и Ирбитский парк для обработки местных вагонов, которые прибывают для погрузки и для выгрузки. Прилично. А еще такой момент, переменчивая очень погода на Урале, да, вот у вас особенно здесь, ну, может быть, это этим летом, не знаю, да, в дни проведения чемпионата, но, то есть даже вот сейчас, да, солнце, вдруг ветер, пока полдождь, в таких условиях, конечно, вы всегда работаете сложных, ну и железнодорожники, это понятно. Расскажите, что помимо еще вот той работы, которая проводится здесь на путях, на станции, что-то еще новое, может быть, у вас появился новый, там, не знаю, ангар, появился вот здание учебного центра? Ну, а по поводу новшеств, которые введены здесь за последние три года на станции, здесь хочется отметить, это восстановление путей в сортировочном парке, восстановление путей в Ирбитском парке и точно так же проведен ремонт в учебном центре, современный ремонт сделан для удобства также обучающихся, которые в процессе своего обучения будут находиться в данном здании. И так же происходит, до сих пор происходит реконструкция восточной горловины сортировочного парка, где в будущем сортировочный парк раньше был с тупиковыми путями, сейчас эти пути, они будут полностью сквозными для удобства и для ускорения расформирования, формирования вагонопотока, который будет прибывать на данную станцию. Не заходя на станцию Екатеринбург сортировочный, для того, чтобы избежать полностью проследования данных составов через весь городской округ. Сколько людей работает у вас на станции? Ну, если считать, именно в моем подчинении это 42 человека, не считая путейцев, энергетиков, НГЧ, РЦСов. То есть тут достаточно большой узел с несколькими предприятиями, которые непосредственно обеспечивают работу станции безопасной и бесперебойной. Возвращаясь к пассажирскому движению, вот рельсовый автобус, да, есть РА, есть электропоезда, да, совершенно разные виды подвижного состава здесь присутствуют. Это связано с тем, что и это абсолютно разные направления маршрута. Я понимаю, что именно отсюда, со станции Шарташ, можно добраться в большое количество населенных пунктов, сделать какие-то пересадки. Совершенно верно. Почему и вводится данный Орлан, дизельный электропоезд, потому что пока не все участки, которые идут от станции Шарташ, они электрифицированы. Но пассажиропоток на данные направления он есть. И для того, чтобы его перевозить, и для того, чтобы осуществлять потребность пассажира в перевозках, данный подвижной состав и был введен на Свердловской железной дороге. Ну и в следующем, в том году запущен был точно так же Орлан, новый именно со станции Шарташ, это до города Верхняя Пышма, который также входит в городскую агломерацию города Екатеринбурга, для того, чтобы два вот этих вот города соединить именно с железнодорожным транспортом. И для этого как раз вот и введены дизельные электропоезда Орлан. Спасибо вам большое за эту встречу, вам хочется пожелать успехов, дальше принимать чемпионат. Я так понимаю, что он теперь здесь прописывается на постоянной основе, и только будет это на пользу и станции, и городу, и региону, и дороге. Спасибо, будем рады новым встречам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова